вот друзья мяско то мяско то это какой зверь это свинка хрю хрю где 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 это барашек она в каком-то таком воздуха непроницаемом это специальная машина которая воздушном пространство его это потом вытягивает воздух представляешь можно человек он его еще в воду опускает человека можно запаковать и так же на 10 основного в воду опускает и мясу и там для герметичности как ты мясо в воде мясо не соусе в этом пакете опускаю воду в воздухе свыше а потом закрываю на зипе воду но вода станутся частью соуса если проникнет внутрь ребята но это совершенно новым фигня это неважно гарик скажи что у тебя в стакашки такое а вот в таком маленьком количестве мой товарищ решил сделать сегодня дегустацию уже его клюковки я привез свою это боря делал да боря ты уже ты пошел по стопам прораба я еще тогда его не знал только мастер-стоп мастер наш первая стадия там мастер да он идет прораб так боря еще в мастерах но сегодня можем можем его но удалось что ты пробовал вот я пробую давай внутри давай пробовать ничего так покажи зрителю нашему на зритель смотри так вот смотрим вот этой бутылки лучше цвет смотри надо мутная какая-то вообще мутная клюк свет давай значит а вот запах немножко понюхаю друзья нюхаю вместе вы со мной спиртовый спиртовый правило что они есть хорошо надо как а надо что пахло ягоды а еще теперь спирту делаем это выпьем то обязательно но проблем то в другом так сегодня будем тестировать так объясни и за это еще а ты трубочку взял за это еще платят деньги люди заканчивают школу потом тестируют тестируют конечно да мы не останавливаемся на достигнутом мы не можем да гарик я хочу сказать что у нас сегодня такое ветеранское поле тут мы солей ходасевич вот ходили сейчас гулять и оля у нас преподавала в девяносто шестом году я помню девяносто пятом то есть и у нее там еще был а гарик один из первых наших студентов он в августе девяносто пятого года по-моему закончил где-то так не станом хорошо получилось а гарик до подойдет и в девяносто шестом девяносто шестом во ветеранское собрание то у нас все больше двадцати лет подожди девяносто шестом от иначе четвертом я еще помню гараж мы снимали карты в этом гараже что снимали карты или покрывали карпетом гараж покрывали покрывали там же был бетоном и готовили его под школу я помню гараж еще посмотреть послушать как это будет и как раз группа началась уже в гараже а мы началась как раз ты уже там это 1 мая мы начали уже там 1 1 мая девяносто шестого года мы сняли вот то помещение на элкамина рил где школа была потом много лет так сколько лет что прошло от этого гаража но подожди от того момента как ты появился прошло 23 года вот в августе будет 23 года в жизни обязательства даже вот это подготовить до 25-летию тебе юбилейную медаль это недолго осталось я знаю ровно через год пока буду рисовать 25 лет нашей школе медаль юбилейность меня и всем преподавателям но студентам только медаль ты только с дизайнируешь или а еще отлить ты я все беру себя мои идеи наши бензин ваш так хорошо вкусно запалим хорошо работает сейчас ну да участвует в деятельности ветеран как ветеран так и давай мы дали до не стали душой ветеран про дегустируемая да вот значит толик посмотри вот ты сейчас попробуешь которую сделал почему-то на ты сделал нет но я вчера напробовался нужен вот это клюковка гарика ну-ка а че ты такой пивной бутылки вот такую же бутылку принесла одна женщина это я сделала виноградный квас у ю-моё и мы и я имел ошибку и взять сразу и открыть и не путай баранина наш потолок весь дала фонтаном таким красным у тебя фонтана сейчас не будет глановый чё северное сияние с бараньими яйцами или рогами и вот смотри вот это теперь перпендикулярно надо цвет меняется уже первую медаль за цвет я получил рубин сейчас будем нюхать сейчас я нюхаю ну спиртом не пахнет друзья спиртом не пахнет таки да пахнет ягодами хотя может быть он эссенции давай укрыть сам ты эссенция но хочу она язык но по язык пока на язык попадет это у нас ветеран да вот человек который пробовал ну правильно же клюк ну давай уже давай уже внутрь чтобы выгнать на все остальные друзья вы видите как не просто все в жизни горит в ростове-на-дону ты бы имел успех я и не в ростове-на-дону я и на дону и в ростове ну так я вспомнил восьмидесятом году когда были олимпийские да очень популярны финские да конечно он был сумасшедший откуда ты этот рецепт ага откину точно точно сказать что точно но этот лучше да 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 потому что он от прораба это правильно да а ты пробовал очень я же не могу глядными руками а сколько за час на вот день сколько капель значит градусов градусов там 38 не может быть там только да не может зачем девушке дал 100 грамм и все но она тебе и без 100 грамм могла бы да нет таких я же девушки не давно не встречал что без 100 грамм отдали нет тут и 100 грамм тоже грамм 250 короче вот игру получается просто супер супер да а еще у нас было а еще главный вопрос вот мы завтра тебе скажем хорошая 2 дня бухает конечно не вопрос том что будет голова болеть или нет это самое главное знаешь это как бы тестирование на главный тест создал имидж новый такой знаешь вот как раз его так на компьютер и там саш тестировать потом раз ничего не засыпал и видимо чего остался такой чистый у тебя золотые руки вот толик теперь смотри теперь есть у меня другая вещь называется она гранатовка надо бы чашку помыть да с полоснем все нормально напряжение русишь культуришь все нормально так так теперь смотри значит сейчас говорим гранатовую поставь забыл о правильно да 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 почистить почистить восприятие во всех войны же стоит водичка еще надо желательно не надо отлично собрался на ночь и чтобы чтобы давай давай теперь это форт гранатовка до домашняя граната ну вот у нее цвет вот как уборенной клюковки да ну потому что гранат он не такой как как клюковка значит так нюхай и цвет цвет уже немножко другой ну потому что ты знаешь что гранат и клюквы это разные вещи вот поэтому и цвет другой так тоже красный так нюхать кто-то нюхал его очень удобно правильно делать какой я выпив какой-то 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 есть запах но это больше как свежесть вот не знал не не ягоды и конкретно а вот свежесть значит этот напиток надо назвать последняя свежесть не надо нам вот эти комментарии последние крайние нам кино не портите так но портите те значит гранат у нас вырос во дворе вернее как вырос я у посадил 20 лет назад до купил за 25 долларов вместе с кормой маленькое такое деревцо и она выросла большое дерево и каждый год мы собираем по полтонны гранатов тонны куда же вы их на рынок что раздаем друзьям они гранаты едят когда они раскрываются гранаты значит получается очень вкусно когда много поливаем мы собираем гранаты лучшим их лучшим правильно сказал ну имеется косточки после ягодки ягодки потом потом лучше потом значит сначала лучшим потом лучшим а потом вместе с сахарком немножко в блендер и акуса косточки то есть у вас после этого дают сусок правильно сок отцеживается от косточек и сок варится немножко сахара называется эта штука грин один да так он да знаю вот грин один продают сладкий правильно 200 грамм 8 баксов сюда грин один я сюда добавляю свой грин один я беру водку наливая грин один это стоит где-то на сечишка пробуй а секретная добавка немножко перчик немножко лимонного сока был когда-то фильм челентан играл и он там делали что-то они такое делали а стекло непробиваемые стекла для машины для что-то такое и у него была после секретная добавка если помните и все весь завод отворачивал он когда подходил доминная такая печень у него где-то на стекло плавили и так все отворачивали пошла секретная добавка все отворачивались он открывал то идет так так значит никто этот секрет не знал эти добавки мы вырежем ты пробуй то что я оценил вкус он еще не пил его может так напоить напиток не знаком нет на вкус ты же не пробовал нет нет но он свежестью отдает какой-то такой озерной свежестью главное что не походкой чтобы не было этого самого ты знаешь тебе нужно давать пробовать начале его потом забила тяжело даже сказать что но вот это вот ирка даже ирка приходит 1 с работ уставшая рюмка вот этого гранатовки до поднимает настроение убивает морально бивает менеджер который там это является румянец все готов снова в бой так может быть менеджеру предложить чтобы уже мы мы я еще не привезли манчелл она совсем сладкая как ты добиваешься того что не чувствуется не бьет это нет резкости вот не жалею заварки вообще не чувствую еще зависит от того какая водка сюда водка значит вот сам и водку я в кошка беру значит если я делаю для себя это секрет до секрет если я делаю для себя значит там так полтора литра и за 15 есть полтора литра за 20 нас я беру для себя за 20 а друзьям за питаться а вам попал за 20 для себя то есть из как называется какой-то частный резерв какой правит резерв правит резерв а еще у нас была черная смородина слушая пробила черную смородину в магазине в русском почем добавить нет вы сырую ягоду правильно вот я такую сделаю и сделать ее водку это вообще офигеть нужно тебе нужно было вот этот напиток когда ты был в москве тебе было лет 30 когда ты девочек приводил домой вспомнил 18-20 лет они были молодые и говорите им выпей компотика толик думаешь я об этом не думал по ночам потому что вкус как вкусный компот а наверное эффект колоссальный как говорят народе как говорят правы вставляет только ну что значит наш зритель оценит я надеюсь что многие как-то перцовый в практическом плане практическом плане могут тоже попробовать и шашлык если кто-то не пьет вот пусть шашлык тогда шашлык это это уже баранина это никто друзья свинины не назовет это не чувствуется а вот они равить как это светленькая вязка то вы видите друзья что то сделают они молотчики сгребли угли в одну сторону теперь обложили кукурузой и картошкой картошка и кукуруза у нас тут сами видите в да 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 в фольге теперь они все это закидывают обратно забрасывают углями я с ужасом думаю во что это превратится и что и надолго очень очень интересно чем все это закончится я уже на четвертый раз на этом кемпинге в этой компании но такого они еще не творили венцом этого всего становится решетка на которой будут шашлычок делать хотя мне кажется правильнее было бы шашлычок так на стороне да ну а вот 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 пошел шашлычок вот он вот-вот-вот-вот-вот-вот друзья наши зрители как у нас много зрителей из беларуси в минске жили в минске вот может быть вы видели борю в минске посмотрите вот боря вот он а почему красный а горячо да ну хорошо вот может быть вы там встречались так и что последний остался что я смотрю а то нет там еще есть сначала друзья пошла свининка это что-то водичкой а смысл а самое главное нам не нужно вонтик нет огонь не нужен только на жару на жару так вот вот там еще огонь там огонь и вот вот тут про пробивается пробивается да 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 барашек пошел пошел барашек вах 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 и у меня мой карасилка да там еще у него мне кажется есть вот еще пошел мы вот еще барашек но смотри на четыре минуты скажешь а что через четыре минуты будет ну поворачивать а красота да скажи гарри как делали шашлыки советских прорабских древние времена ой не делали форекс и во первых это их приносили их переносили по технике безопасность открыт огонь кого запрещен так в основном ели котлеты колбасу а завтрак турист а у моего было тогда моего в консервах да он же говорит как готовили сейчас надо до технику безопасности он вспомнил а что соблюдали технику безопасность конечно но лишь посадить за это была статья я вообще работал даже инженером по технике безопасности одно время да но у тебя слушались я работал инженером по технике безопасности в московском театре кукол когда мне было 18 лет ох бедные артистки но я поступал на в миссии но не добрал полбала меня взяли на вечернее отделение и мне нужно было где-то два года прокантоваться что перейти на дневной об армию тени забрали значит первый год папа значит нашел мне блат и меня закосили от армии а на следующий год я же в августе родился да я в июле уже перевелся поэтому он успел проскочить так вот я в театре работаю инженером по технике безопасности каждое утро в образцово нет на улице на спартаковской а вот в этом рядом на бабушке да 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 я приходил все расписаны в журнале у нас электроцех всех не представляли куклы радио всех там всего под напряжением 3 минуты помню я помню 6 21 часа 6 23 ну ну так чё ты дашь мне да да значит я расписывал людей в журнале читал инструктаж после этого если не ломается и руку и ногу я не отвечаю я сижу в больницу ведь это тоже ломали ломали падали с лесов пьяные бросали на ногу чугунные грузы которые держали декорации было очень много таких случаев по пьянке все по пьянке а там трезвых то и не было кроме меня до начальника а ты чё трезвый был но я до обеда трезвый победа все ночью а потом мне было 18 лет я еще ходил в институт короче ломал ты все на свете ничего не ломал наоборот акте актриски хорошие были там при театре была театральная студия был набор при при мне я был в член комиссии с меня был совещательный голос то есть голос не учитывался как таковой но мнение мое они служа я там ходил вот с такими вот глазами потому что все были однако одной красавицы хочешь сказать что артистки уже пройдя эту комиссию уже ломать уже нечего значит если я могу рассказать про это отдельная целая передача как я участвовал театральном движении движение московском театральном движении да это отдельно разговор я вам отдельно запишем все до переворачиваю 25 минут потому что это тема какая-то затронут даже искусство уже сгорел край но если чуть-чуть то это не страшно потому что он виноват у меня потому что это будет просто и как вспомнил про актер сразу же время у тебя пошло время пошло назад что же мне что-то вот это вот не нравится вот это она как-то бачком да нечего да 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 через пять минут только сколько минут не уронит не уронит так как три минуты лучше чаще поворачивать но а вот эти девушки которые театральные они не относились с приобрежением к тем кто работал в поддержке театрального движения там на колосниках может быть меня то нет но вот в театре был такой одно время оксидент оксидент значит в театре в театре кукол специфика театра значит в сцене есть такая яма и в этой яме стоят актеры потому что в этой яме ниже уровня сцены они стоят под софитами у них такие на на груди такие ленты с карманами и куклы составляется палки такие потому что кукла очень тяжелые их на руках тяжело держать поэтому они вставляют в эту карман в этот и управляет палками руками то есть руки-ноги но туловище куклы они держат как бы на себе да сегодня мы постараемся но дали значит жуткая жара жуткие софиты да и люди стали раздеваться то есть женщины стоят в одном белье маечка рубашечка а то и некоторые просто в одних трусиках лифте совершенно жуткая жара и монтировщики которые меняются декорации начинает их хватать вот как я сейчас а как техника а как техника безопасно то есть понимая что она не может отвлечься от творческого процесса он ее это прихватывает там погладит ее там тоже хоразмон натуральный хоразмон и вот значит стали актрисы жаловаться а молодые девки или постарше ну разные там были то мне тогда было 17 для меня тогда было 35 уже старуха только учился да я учился да так вот учился на этого на технику безопасности тогда я уже был подойдет рассказывай да и вот значит решили сделать товарищеский суд и там двух монтировщиков решили засудить был такой система товарищеского суда да потому что это как бы не уголовное да да осудить коллективом вот собрался в театре в этом за в ритм зале собрался на весь коллектив театра на сцене поставили столы это значит сидит член правкома вернет по в правком местком до портком до главный инженер главный главный режиссер театр и директор и все остальные в зале и дальше вызывает этого монтировщика сцены там я не поэтому петров 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 петрович и говорят что петров петрович вот чуть не сорвал спектакль да могут я ничего не знаю ничего не помню встает актриса и говорит что вот петров петрович меня хватал мешал мне провести спектакль и представляете если бы я ответила ему завалилась бы эта декорация и сорвала бы спектакль прошу его наказать но он значит опять там мучит встает второй мужик говорят а чё ты сама виновата я же видел как ты к нему подваливала ты мол сама хотелось пойти ощупал там она как же так вторая подушка как ты смеешь а тебя я вообще видел с художником там на три столиках вы там прижимались блин и вы все тут такие сети и все это на этом собрании я сижу мне 18 лет вот такие глаза я обалдеть маша я не тронул не левой не правой рукой начинается вот и такое от и секует театральное да они же все такие эмоциональные там истерики стали закатывать плакать как же так я такая советская актриса меня тут за сиськи взяли в общем я сижу балдею ну кончилось тем что ему поручили ему обвинили общественное порицание сказали что еще раз сделают выговора потом уволит так и все чем закончено все влачет товарищеский суд но дальше стал перестал еще не перестал как щипал баб так и щипал но уволили не а то будет декорации так друзья в колбаса боря сам делал да это такая вяленая вяленая друзья вот так между шашлычками вот ходит с вяленой колбасой но вот эти которые актерки они как бы сказать провоцировали но они провоцировали не в рабочее время только не надо в рабочее правильные говорят учета в рабочее представить ты после работы приходи приставать а после работы он уже пьяный уже приставать не может поэтому я понимаю прекрасно да грустно конечно она ведет спектакль у нее роль там дети в зале до манипулировать это сложная вещь тяжело ответственность жара жуткая а тут хоть идиот в институте училась нет нет там была студия театральная при театре два года и они выходили как бы актриса там я не помню категорию что то ли 1 то ли 3 такая высшая какой давали категорию как актрисе или актеру то есть как бы среднее специально да 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 понятно ладно горек если встретишь кого из театра юного зрителя передавая от нас всех привет обязательно юных и не юных зрителей к фамилия главного режиссера театра была гомсахурдия да это был из этого клана гомсахурдия который потом вот первым первым президентом грузии да да вот как как тесен мир артистов как у меня была зарплата 100 рублей а у них сколько у них там по часам но у них 70 но если они уезжали командировки и платили больше если они играли деда морозов еще больше еще наливали потом они устраивали утренники за это тоже отдельно платили то есть не то что бедствовали прям так но и не шоковано вы видите друзья вы видите следующий этап в развитии шашлычного хозяйства они его они его прямо в лук какой-то там снизу лук настроган а маринованный лук сейчас болтать не а но вы не будете мешать свинила с бараниной и более того баранина уже ушла чтобы чтобы они не пересекались горячий что так пара пара рабов подозревает черт знает в чем друзья а он просто обжегся просто вот так вот трудно друзья трудно трудно жить так друзья это креветочки они прямо золотистые прямо с корочкой такой золотистой и не только что отсюда убрали вот эти лопаты горя что это за две лопаты что это вот это две лопаты рыба это помпана это прямо целые рыбешки помпана голды голден помпана шикарная рыба друзья алла шикарная моя силиконовая перчатка ошко есть там друзья картофель остался вопрос вопрос теперь в том как достать из углей которые в общем-то горячие как достать оттуда картошку которая ну можно сказать должна быть оттуда вынута в общем-то здравствуйте товарищи нет но мы собираемся мы собираемся но вот речь это спасение картофеля из я тебе ничего горячего углями засыпала но он как-то дали землетрясение было и все засыпалось о кукурузка окей она неплохо вынимается слушай она неплохо вынимается конечно с интересом я вот думаю что там внутри после всех этих операций манипуляции даже гарюку друзья даже гарюку вон там горячо ну то есть на самом деле не так страшен черт как его молюют хотя есть конечно вероятность каких-то потерь то есть не соблюдение правил техники да да представляешь сколько еще на этом можно пожарить еще и расписки никто не давал да да а у нас все один нагибается другой держит так вы спасли спасли картошечку и вот завершение всего завершение всего шлиппы шлиппы пахнут друзья шлиппы они же креветочки пахнут пахнут изумительно пахнут изумительно шлиппы вот друзья есть шлиппы в скорлупе как бы но в чем они там чешуйках в этих вот чел да а есть голые и вот почему-то голые с такими не стучкуются на них очень тяжело вот так одевать они разлаживаются короче вы видите очередную порцию значит шримпов светочка пришла погреться это потому что ты искудала а он собачка в ботиночках да собачка она то есть такое ощущение что пока как подкованная лошадка таких мне шарфик а что же я ну давай шарф вот друзья шарфик у нас не советские нет нет ты чё это пуховый шарфик ну и что надо как-то куртку немножко это друзья вы видите как блогера заворачивают шарфик шарфик пуховый а что в зсср не было пуховых шарфиков откуда у нас дома такой шарф да у них тут газовая плитка может быть это как картошка варится вяленая вяленая колбаса вяленая хорошо вяленая